Всем привет! Вы смотрите Черри ТВ и сегодня я бы хотел рассказать о том, как уговорить родителей на покупку красноухой черепахи и вообще, что вообще нужно для того, чтобы это решение было одобрено вашими родителями, если вам еще нету 18 лет и вы не можете без их ведома завести себе такого питомца. Ну а начать я бы хотел с того, что я крайне не рекомендую заводить красноухих черепах детям до 14 лет, потому что в таком возрасте малая, очень малая часть детей может действительно осознавать, что красноухая черепаха это не игрушка и относиться к ней могут совершенно не так, как нужно относиться к такому питомцу, потому что это довольно экзотичное животное, оно должно большую часть времени проводить в своем аквариуме, с ним не должны играться, таскать по полу. Не, конечно, можно ее выгуливать по полу, но, тем не менее, тискать ее особо нежелательно, как это делают многие дети. Особенно, когда 8-летнему ребенку покупают красноухую черепаху, когда она еще маленькая, и он относится к ней как к игрушке, такое я совершенно не одобряю. И как минимум до 14 лет я хочу, чтобы люди не заводили своим детям, или чтобы дети не выпрашивали красноухих черепах у своих родителей. Но если вам есть 14 лет, и вы очень хотите себе красноухую черепашку, но родители этого не одобряют, во-первых, вы должны сами осознавать, что вам для этого потребуется большой просторный аквариум с островком, с лампами, нагрева и ультрафиолета, которые будут над этим островком в обязательном порядке, быть готовым поддерживать разнообразие в рационе красноухих черепах, чтобы там по большей части присутствовала речная рыба, куриное филе, не было каких-то сухих кормов слишком часто в этом рационе, особенно некачественных. И это все нужно осознавать для того, чтобы содержать красноухую черепаху. Но если этой информацией вы владеете и готовы к этому всему, то тогда остается вопрос, как же уломать, так сказать, родителей на такое решение, и на принятие вашего решения, и на заведение красноухой черепахи. На самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Вообще, рептилии это такое очень спорное животное, которое многие взрослые могут относиться к нему скептически, так как это довольно что-то непонятное, холодное. Ну, то есть, тот же котенок, он гораздо привычнее, гораздо, в общем-то, лучше воспринимается обществом, окружением и так далее. Но, тем не менее, можно убедить родителей. Если у вас, допустим, есть какая-нибудь аллергия на шерсть животных, то черепашка вам очень хорошо подойдет, так как на нее не будет никаких аллергических реакций, она без шерсти. Можно этим воспользоваться для того, чтобы убедить родителей завести вам красноухую черепашку. Конечно, они могут на эти аргументы отнекаться какой-нибудь рыбкой, но в этом случае есть вариант быть понастойчивее и сразу предложить завести какую-нибудь змею. Но, конечно же, змея это гораздо крупный какой-то, более масштабная, так сказать, проблема, чем красноухая черепаха. И можно сказать родителям, можно я заведу там крокодила или змею, они, конечно же, отнекаются, и попросить тогда хотя бы черепашку, и, возможно, тогда они согласятся. То есть, методом, так сказать, преуменьшения вот этой вот всей ситуации с красноухой черепахой. Но также можно постараться просто объяснить, что красноухая черепаха – это довольно простой в уходе и содержании питомец, за которым особо не требуется ухода. Главное – это иметь хорошее оборудование, хорошие лампы, хорошие фильтры, хорошие водонагреватели, островки и так далее, просторное место обитания, и проблем с ней практически не будет. Подмениваешь себе воду, моешь фильтр, кормишь раз в 2-3 дня. Тем более, живет этот питомец довольно долго. Но это как может и напугать родителей, так как то, что красноухи и черепахи живут до 40 лет – это довольно такой факт не из лучших, поэтому заходить с этого лучше не надо, и объяснить это помягче преподнести, так как это довольно-таки спорный момент. Кому-то это может понравиться, что питомец будет жить долго и счастливо в вашей семье, но для некоторых это такой нюанс, что этот питомец может еще достаться вашим детям и вашим внукам, так сказать. Вот эта вот черепашка, она живет очень долго, но как бы лучше об этом умалчивать. В общем-то, заходить с таких тем, как то, что у них ограниченная зона обитания, то, что они не будут разгуливать по комнате, терять какую-то шерсть, линять, портить вам обои или еще что-нибудь. Но при этом, как вы, так и ваши родители должны понимать, что маленьким размером новорожденной красноухой черепашки, в котором их чаще всего продают в зоомагазинах, это все не обойдется, что черепаха вырастет, и главное – объяснить родителям, что вы к этому готовы, вы все изучили, каких размеров они бывают, чем они питаются, как за ними ухаживать. Это все можете найти на моем канале, на других каналах по типу канала Анатолий Савельев и другие разные каналы про рацион красноухих черепах, про их рост и так далее. Можете заинтересоваться моими видеороликами, тоже много полезного найти и про оборудование и так далее. Также, кроме каких-то гримыханий, камнями или другими предметами из акватерариума, красноухие черепахи не могут издавать никаких звуков. У них от природы не развиты связки, поэтому они молчаливые и не будут кричать, как, например, попугаи, коты, собаки. Они не будут лаять, мяукать, как-то еще ширину. Единственный звук, который они могут издавать сами, своим организмом – это шипение. Это максимум, на что они способны. Уверенность в том, что через пару лет вы не выпустите свою красноухую черепаху в ближайший водоем – это самое главное. Нужно быть уверенным и готовым прожить с ней долгое время, ухаживать за ней правильно, кормить и так далее. И главное – преподнести эту информацию родителям, рассказать им все, что вы о них знаете и то, что вы к этому всему готовы. Но для начала, конечно же, к этому всему надо быть готовым, чтобы это объяснять родителям. А быть готовым к содержанию красноухих черепах может не каждый. Но если вы очень заинтересованы этими животными, если они вам очень нравятся и вы очень хотите себе его завести, я думаю, проблем с тем, чтобы объяснить это все родителям, никаких вообще не будет. Что ж, ну а на этом мы будем заканчивать наш видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь на этом канале будет выходить еще очень много видеороликов по тиланске красноухих черепах, аквариумистике и не только. Что ж, ну а всем пока-пока. До встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok